страна fm и спорт экспресс представляют стране о спорте лайф и так всем доброе утро еще раз сегодня вторник а это значит стране о спорте лайф и в гостях у нас наша приятель наш товарищ наш хорошо знакомый человек михаил тислис я забыла все твои регулировать корреспондент здательского дома спорт экспресс вот все правильно живешь всем доброе утро для меня не доброе рано вставать это не моих принципов но все остальное правильно и верно но ты хорошо держишься стараюсь профессионализм молодец который не пропью слушай ты знаешь я тоже вот хорошо держусь практически уже сутки потому что вот как я начала читать про вот эти вот вариации так сказать выбор жизненного пусть а кинфеева так я загрустил очень сильно я кутузова прямо так вот говорю кутузов я их только всех выучил понимаешь я только всех узнаю характер и вообще где они там за кого играют они хлоп и в сборной завершают карьеру но бромя кинфеева осталось еще много замечательных игроков давай все-таки про про игорь да вот что ты об этом думаешь правильно он сделал нет может быть попозже на зачем он это сделал много мнений всяких по этому поводу зачем это он сделал но насколько я знаю у него все-таки серьезные проблемы со здоровьем он два раза рвал крестообразную связку на коленях и ему сложнее восстанавливаться дополнительной нагрузкой так далее так далее этот фактор надо учитывать я не знаю насколько там все серьезно но вот те факты которые изложил одни имеют место быть все об этом знают и был по моему интервью то ли он редко общается с прессе то ли год назад то ли полгода где вы скажете на реально тяжело то есть ему проводить даже два матча в неделю потому что организм он не железный если он сбой дает то это это общем это один момент второй момент ведь все знают что главное вовремя уйти красиво на пике и с этой точки зрения лучше момента не придумаешь добился сборной наверное максимум чего мог добиться но мы все-таки понимаем что выйти в финал чемпионата мира в нашей жизни может такого не быть с этой точки зрения я понимаю ну и он сделал все красиво ушел мне конечно хотелось чтобы это было было больше пафоса да где-то может быть и не знаю какой там прощальную передать что-то еще сделали как все получилось очень скомканно мне это не нравится потому что для российского футбола для новейшей истории это действительно легенда и можно как-то было это обставить там не знаю какое-то красивое заявление но опять же мы возвращаемся к личности кинфе вон человек закрыт и может ему это не надо да но остальные должны что-то из этого были сделать а получилось как то все а что значит ну сборная вот опубликованного в твиттере или в инстаграме они ролик сделали но это еще быстренько спонтанно это все делали на скорую руку там да можно было как-то не знаю какую-то там при что-то еще вручить но как то ты что-то сделать может еще сделать я не знаю я думаю что постфактум будет много всяких передач и ему может быть наград и так далее слушай а может вообще сегодня люди будут на никольска будут кричать игорь игорь мне кажется давай ты возглавишь этот парад я могу может быть в лужники сразу 10 часов вечера мы тоже кричать игорь да не знаю в лужники там народа много там потом не уедешь я лучше на никольской в 10 часов вечера до в лужниках давай поскольку ты сам начал уже давай перекиньтесь тогда на ну ты первый начал да крутой матч ну во первых потому что в лужниках во вторых реал ну а для российского болельщик наверное в третьих цска хотя я знаю многие которые купили билеты идут конечно не то что прям поболеть за цска все-таки ну почувствовать причастность к великому событию лучшей команды мира хотя мир не уверен сейчас надо смотреть это последний клубный чемпионат мира кто выиграл но но лучше команды европы на протяжении последних лет да там нет роналду вот но есть модрич есть куча других игроков был по-моему травмирован насколько я помню или нет сейчас затрудняюсь сказать пропустил этот момент но всегда круто и я думаю что цска при всех своих проблемах то что них состав поменялся но у тебя такая мотивация выйти сыграть переполненные трибуны и кстати руководство цска сделал очень правильно что решила переехать на время лига чемпионов лужники а они играют на своем стадионе который вмещает 30 тысяч лужники 80 лет поэтому это здорово встает у всех сегодня смотреть я правда буду сегодня на хоккей и футбол смотреть наверное не успею но будешь подглядывать в телефончик но владислав посмотрит он всю ночь будет не спать я тебе буду писать мессенджер и будет клевать давайте сделаем перерыв небольшой друзья и программа стране о спорте продолжится здесь на телерадиоканале страна fm страна fm и спорт экспресс представляют стране о спорте вернулись тем временем стране о спорте прямо сейчас на телерадиоканале страна fm продолжается михаил здесь у нас гостях слушай миша давай на это все таки инфеев пока еще не будем отходить я просто сейчас посмотрел и вспомнил да немножко помониторил и может 32 года по поводу поздно или рано я вспомнил фаффа да я вспомнил 16 лет и мне кажется что он играет больше половины своей жизни на профессиональном уровне да не считая то время сколько он посвятил занимаясь в школе футбольной сколько он времени этому отдал и ну я думаю все допускают что даже от любимой работы рано или поздно можно устать он похоже не устал а действительно вызвано там причины может психологические может физиологическими но то что это игрок вошел в историю это сто процентов я конечно не согласен когда уже называют его легенды футбола все-таки легенды называют когда человек закончил карьеру и мы можем оценить его вклад лучше еще спустя несколько лет до чтобы сравнивать с другими и вот я читал мнение уважаемых людей но когда говорят что это вот лев яшин нашего времени мне всегда хочется сказать ребята постойте лев яшин был признан лучшим вратарем мира да причем это всемирное признание можно говорить что тогда футбол был разве так что все-таки играл меньшее количество стран и меньше количество людей даже видел яшина в деле потому что трансляции там только стали появляться и так далее так далее но сам факт вот он такой был ренат дасаев тоже был лучшим вратарем мира 80-е годы признан а кельфеев при всем к нему уважении он никогда в этот список и близко не входил да он один был из приличных вратарей в европе да но может быть в первую десятку какое-то время входил это я оцениваю объективно для нас он от этого не знаю менее крутым не стал но когда начинают бросаться словами и ну мне как это мне не нравится он легенда армейского клуба это сто процентов не готов сказать лучше он вратарь в истории цска потому что я не видел какие люди играли там конце 30 до 50 60 и так далее но можно сказать что он легенда чемпионата мира по футбол 2018 что его имя звучало везде хочу сказать ты читала в детстве книжку легенды и мифы народов там мир древней греции сколько лет прошло легенды и миф а у нас еще он играет да он только вчера закончил карьер уже давайте легенду давайте все-таки не будем так вот сразу кидаться он еще живой человек какой легенда потом он из спорта вообще не ушел и он играющий да мы уже на пенсию провожаем может он еще в цска там лет пять семь десять порубится вот ты сказал про буфона который до 40 лет ну буфона насколько помню таких серьезных травм не было может и говорю тоже будет скучно и он останется фаф еще был сборной бельгии ты помнишь может быть ну симон играл в сборной англии до 40 помню четырех лет один из лучших мировых врата да поэтому все зависит от ну не знаю собственных ощущений надо не надо интересно не интересно вот я недавно делал трюс хоккеистом играл сборной россии и на чемпионате мира фибейки играл на олимпиадах играл федор тютин и он закончил но 73 года он закончил год назад и были предложения но он сказал что я хочу провести время с семьей у меня растут дочки там 10 6 и 4 года и снова быть вдали от них в общем он не захотел вот он год просто занимался семьей он абсолютно счастлив доволен поэтому надо тоже все эти моменты учитывать ну хорошо я согласна но мы молодец я хочу давайте скажем и говорят о кинфиеву большое спасибо за игру в сборной и на этом и на этом эту тему закончим еще мы тебя очень сильно любим да так и знаю все друзья небольшой перерыв и снова к вам вернемся страна фм и спорт экспресс представляет стране о спорте прям наступать даже жалко понимаешь человек тут как бы что-то вот а тут надо говорить а ты уже не с нами говоришь а ты уже вещаешь напугала напугала это телерадио канал страна фм как обычно по вторникам с десяти до одиннадцати мы говорим о спорте в гостях у нас сегодня михаил зислиц корреспондент издательского дома спорт экспресс все помни наизусть прям от зубов отскакивай и поговорили мы уже про футбол прям совсем поговорили не не совсем я хотел лишь тебя спросить все таки по прогнозы ну понятно что и прогнозы прогнозы все это да не точно ты сам как думаешь цск реал чего сегодня как нас ждет я думаю что реал игры потому что при всем уважения к цск это новая команда пришло много новых молодых игроков нужно времени хотя я вижу что очень здорово работает тренер гончаренко и постепенно ребята сыгрываются и например матч спартаком это спартак мы не в лучшем состоянии тем не менее вот если мы отталкиваемся найти какой по игре кто больше понравился конечно цска больше понравился и более вдумчивый футбол более интересная спартак мой любимый в крисе находится и не знаю берут тренер или нет но похоже все к этому идет хорошо это плохо что касается очень матча на думаю все таки минимальное поражение наверно будет все таки в реал тоже начал чемпионат для себя начал не очень хорошо они там севильи отлетели то есть крупным счетом по моему 0 3 было вот насколько посмотрел потом выключил не помню сейчас точно как закончил но тоже наверное где-то надо себя не то что реваншироваться но все равно надо выигрывать команда такая королевский клуб не знаю мировая легенда в отличие от игоря конфеева к сожалению да хватит вы все же мы его любим это самое главное да потому что народную любовь его не купишь и то есть легендарный статус и пускай пройдет лет пять-десять мы тогда вернемся к разговору я хочу хотела сказать по поводу сегодняшнего матча кто бы не выиграл люди которые пришли они все равно будет рады они все равно будут счастливы будет побеждать дружба вот выбираться из лужников в первом часу ночи 81 тысячи ну это на самом деле круто я ходил на такие матчи когда спартак играл в 90-е годы это начале двухтысячных очень круто очень здорово и как бы но тут чувствуешь причастность также как на чемпионат мира по футболу люди ходили а не будучи там вот такими как я называю хардкорными фанатами которые следят за всем но это здорово это весело это классно вот я знаю что если продолжать тему до спорта был гран-при в сочи тоже многие люди поехали которые но они постольку поскольку интересуются автогонками да и там фетель от ботаса не отличать там не знаю в общем это все очень смешно но ведь создают звезды да вот этот антураж как шумиха как все говорят хайп не ну мне больше нравится слова шумиха почему не приехать не посмотреть когда много народу это круто эта атмосфера очень замечательная там вот ведь шумиха по какому-то такому странному поводу кто кому уступил место и зачем да я сейчас повиняюсь не слежу я за формула один последние несколько лет но то что существует там давно практика если условно один гонщик в каждой команде по два гонщика там но есть еще запасную но изредка может появиться и вот в общем зачете если один претендует там на чемпионство да а второе впереди него ну с точки зрения набора очков лучше конечно пропустить смотрится как профанация мне это не нравится потому что ну все говорят но такие правила игры извините но мне они не нравятся да не буду говорить за всех но получается профанация спорта ты ехал ты круто провел гонку а тебе а из бокса в параде говорит так друг извини вот но вот ты сегодня конечно молодчик и в порядке но надо пропустить вот потому что твоему напарнику нужно больше очков чем тебе тебе уже не светит ну и как на это смотришь ну какие-то поддавки я уж не знаю как это назвать но я сказал слово порнографию к сожалению это еще даже хуже а я еще хотел спросить иногда бывает ну ладно я что хотел спросить я хотел спросить а вообще вот эти вот гонки в сочи там были какие-то сенсации вот ты говоришь что какое-то время следишь но ты же все равно понимаешь кто кого мог обогнать кто кого мог обойти или вот все по каком знаешь лет тут просто сейчас ставишь в тупик потому что мои коллеги которые должны были мой коллега который должен был сегодня он не смог да он как раз был в сочи и он бы наверное живописал он там ходил около падок и все смотрел там вся эта атмосфера там гринги вот эти девушки которые так далее все очень круто здорово но он поехал на интервью вот это обязательно спроси следующий раз потому что он расскажет впечатления изнутри какие были эмоции что случилось там и вот я читал что как он помешал там хоккейные ну там хоккейная арена до трасса проложена там как раз где там и набережной где рядом эти хоккейная арена шайбы ледовый то есть где ты там что-то помешал он шутка шоу лучше бы там ее снести его на самом деле же не приедет и я думаю что он там придет до ближайшие да он все раз придет именно изнутри я могу как и все смотреть это по телевизору дали что-то читать а он был там он делал всякие видео с людьми общался там все очень здорово ну по его словам окей договорились друзья мы сделаем небольшой перерыв и программа стране о спорте продолжится стране о спорте лайф ну а что вы молчите владислав стране о спорте лайф боимся вас перебить ну что вы что вы я конечно вот я веду эту спортивную рубрику михаил здесь у нас в гостях из дайского дома спорт экспресс вы думали друзья что я отпущу футбольную тему нет да правда у меня есть еще один вопрос он глупый конечно есть предположение почему так поздно играть сегодня в 10 адаптирует под европейское время да потому что виде будут транслировать молодец да я конечно этим вопросом не углублялся но сколько помню всегда играли раньше когда в россии но ну 7 8 обычно не до 8 часов но не в 10 на 45 но я не готов сказать почему ты же этот вопрос не изучал но может все в одно время начинают хотя не уверен если бы условно казахстан вышел лигу чемпионов то я не думаю что там бы начинали в 10 по европейскому времени потому что там глубокая ночь была но мне кажется что это не самый лучший вариант если тебе завтра на работу ты когда домой приедешь а надо помнить что не все живут рядом с лужниками и даже в москве потому что такой матч и могут из других городов приехать из подмосковья ближнего далекого не понимаю почему в 10 это плохо я говорю да посмотришь в 10 начнется ну грубо говоря в 12 закончится пока до дома то есть пока ты выйдешь оттуда я столько раз выходил и никогда быстро если только ты раньше не свалишь все говорят почему болельщики покидают трибуны за 10 за 5 да потому что уехать домой там куда-нибудь владимирской областью успеть я просто вспомнила что когда был чемпионат мира что на следующий день после первых там матча особенно когда наши выиграли люди просто брали больничные просто на несколько дней брали больничные экономика страны они реально болели они реально болели я вас уверяю давайте от реала перекинемся немножечко на опять я про футбол конечно да ладно перекинемся на внутренний чемпионат зенит же проиграл как ты правильно сказал самая богатая команда проиграла самый бедный даже который там с большими проблемами заявился в сезон комплектовался не то что по стачного принципа хоть кого-нибудь набрать и когда зенит причем анжи играл меньшинстве проигрывал 0-1 и выиграл мне кажется это позор зениту при всем уважении к анжи хотя исторически он же очень здорово играет против зенита и тем более дома хотя сейчас не лучшие времена команда переживает ну надо вопрос задавать зениту тренеру там всем игрокам но мы вот тебе задаем вопрос ты не знаешь что с ним приключилось ну это вот хотя много легионеров но это русская традиция шапками закидаем кто такие уверен что именно от этого идет когда ты выходишь не сконцентрирована сто процентов вот так и получается слишком слишком легкомысленные такой тем более когда ты ведешь да потом и раз и пропустил один-один уже тяжело собраться ты уже настроился мы сейчас докатаем и выиграем вот ну касается не только футбола в принципе любого игрового вида спорта где футболе все-таки решает там ну в хоккей можно много забить баскетболе там тоже можно еще больше забить но здесь конечно можно зенит покритиковать но они пока на первом месте и если конечно в конце чемпионата выяснится что вот этих очков не хватило до золота конечно будут это вспоминать но в любом случае времени еще много на самом деле это круто что у нас такой чемпионат он может быть не самый зрелищный вот как есть это смотрю футбол не особо мне там нравится потому что играют закрыто от обороны да главное не пропустить но если такие результаты случаются то это здорово непредсказуемые если возвращаться к зениту да сколько лет уже сколько пять лет до команды имеющие самый большой бюджет покупающий каждый год но хороших игроков она не может играть чемпионат наверное это говорит в пользу нашего чемпионата что здесь все не так просто слушайте я знаете какой вопрос хотел задать ты к нам приходил может быть ты уже этого не помнишь а я-то помню меня память очень хорошая и говорил о том что сейчас нужно что-то менять вот именно в подходе к болельщикам чтобы для них это было развлечение иначе все наши трибуны опустеют но вот прошло уже сколько месяцев да и все трибуны они вот заняты люди ходят и футбол люди любят футбол может быть ты знаешь может быть там что-то изменилось может быть я думаю что то сильно изменилось даже если мы смотреть на как ходят на команды которые играют дивизионным ниже просто потому что там есть стадионы которые используются во время чемпионата мира да брать там калининград ну меньше то есть это конверт меньшей степени там не очень хорошо ходит нижний новгород волгоград всегда есть инерция и это опыт не только наши чемпионаты мира но и других посещаемость растет интерес у простых людей к футболу тоже возрастает но проходит год полтора а вот дальше как развивать я пока не замечаю каких-то этих моментов и вот целая ситуация там с переносом было мальчиком потому что енисей который допустил чемпионат у них арена в красноярске не готова там нет какой-то системы в общем они играли где-то в тюмени в общем целая история да и при том что люди до последнего момента не знают перенесут не перенесут вроде перенесли потом вроде снова в красноярске в общем все эти моменты пока я говорю болельщик не станет вообще вот цель номер один чтобы было хорошо тогда и в футболе будет все хорошо то что когда внимание массового зрителя ты вынужден не знаю выпрыгивать из штанов там из кожи лезть чтобы у тебя все хорошо потому что тебя будет оценивать там не пять тысяч пришедших да а придут тебя 30 тысяч там их родные близкие те кто смотрит по телевизору и так далее и так далее но сожалению у нас ситуация вот для меня парадоксальная вот могу спокойно смотреть матчи топовые российского не российского иностранных чемпионатов их показывают их показывают там в одноклассниках в контакте на телевидении а вот посмотреть многие матчи с участием наших команд надо идти на платный канал я не буду обсуждать или осуждать логику руководства матч-тв почему я так решили они хотят заработать денег конечно все это здорово но это со временем приводит к тому что люди они будут смотреть за реалами там за бавариями так далее что сейчас и происходит да это очень смешно и потом через несколько лет это будет отложенный эффект мы конечно поймем что но извините а еще бы вдруг они интересовались российским футболом либо показывают второсортные проходные матчи ну да хорошо спасибо показали спартак цска ну мне всегда казалось что модель когда ты показываешь на телевидении крутые матчи да и продаешь рекламу она лучше чем когда ты загоняешь этот крутой матч на какой-то канал да и вынуждаешь чтобы люди покупали тем более опять же я не буду говорить за себя но многие жалуются что качество то может там за 75 рублей или за сколько за 80 купить трансляцию но она лагает да подвисает и после этого ты хочешь сказать что ну надо очень любить свою команду да я с детства люблю это мне сейчас не хватает на времени возможности в силу работы все смотреть остальные ну ведь те кто были они останутся они никуда не денутся это крест они несут свой там болея за спартак за динамо там а его не перебьешь добавил чуть-чуть пессимизм но да абсолютно правда миша давай прервемся мы ненадолго друзья у нас несколько минут перерыв и снова продолжим программу стране о спорте добрый утро всем стране о спорте лайф и действительно стране о спорте у нас часто практически пролетело мы еще ни разу прям вот даже не заикнулись не поговорили о макгрегоре и это махабибе до 6 октября а вот из лера за кого будешь болеть а я скажу а я скажу тебе к нам вчера приходил такой человек нам вчера приходил сергей павлович да и он значит нам и вот так вот рассказывал все а в 3 он только приятный приятный он нас замотивировал болеть за хабиба вот и мы будем болеть за хабиба я буду болеть за красивый бой чтобы он желательно не закончился досрочно чтобы было драйв такой же который был на пресс-конференциях и вот не знаю всему тому что предшествовал и даже пресс-конференциям и там это заметная история с автобусом но она смотрелся реально прикольно то есть надо отдать должное макгрегору продавать он умеет все горят вот такие же пресс-конференции должны быть у нас в хоккее футболе я конечно же что это смешно потому что тут этого боя ждали несколько лет поэтому можно такую подготовку провести я думаю что выиграет хабиб мне кажется все-таки серьезнее относится к самому процессу а макгрегор он в последнее время превратился в коммерсанта продает до шоумен и вспоминаю его этот боксерский бой когда там он вышел ну было понятно что он получит свое там технично сделать чтобы там нокаут не посылать и все а ты говоришь что значит чтобы он не завершился досрочно досрочно этот досрочно если там например удушающий прием или нокаут не хочет посмотреть там сперва до последней минуты посмотреть кто кого понятно что хабиб он как борец силен он будет стараться перевести в портер конором все-таки ударный ну посмотрим шумихи много я как-то вот немножко опасаюсь что по итогу окажется все как достаточно пресно и скучно вот главное чтобы этого не было но ты прошу миха ты знаешь про цыпленку уже нет там уже столько было всего что я уже теряюсь сколько было цеплят уже цеплят не цеплят там с кем-то у тебя папа фотографируется и так далее и так далее вот потому что он с кадыром а кадыров якобы нехороший но в общем сам макгрегор фотографируется с путина ну в общем там идет просто нагромождение всяких фактов всяких не знаю этих высказываний как же присуха посмотрел на оригинале каждый конечно очень смешно когда такой более-менее спокойный хабиб что-то ему таким таким с горским акцентом на английском очень прикольно звучит кстати вот ну с кавказским ну с дагестанскими если правильно сказать очень смешно звучало это такой неистоствует но понятно что это все до того чтобы подогреть страсти эмоции как назвать трэш-ток ну это мусорные беседы ни о чем но я тебе просто все равно расскажу что значит хабиб он себе футболку заказал из фотографии ворвался с ней в инстаграме выложил и там на футболке написано что он дрессирует цыплят и цыпленочка очень хорошо ну молодец хотя с одной стороны это конечно прикольно и весело а с другой стороны слишком от спорта ушли в шоу да и вот если будет сейчас какой-нибудь пресный скучный бой да но слонгар там хабиб победит удушающим да в первом раунде или были ну или болевым не знаю и все получится как-то не хочет чтобы бой был эпичным не менее эпичным чем вся подготовка и весь антураж вокруг него слушай а скажи пожалуйста вот бои такого уровня они на я понимаю глупый вопрос но правда интересно они на сто процентов честные со стороны спортсменов или все-таки существует то о чем мы не знаем но я не буду говорить слово договорных но какие-то подводные такие я думаю что выиграет хабиб а будет все здорово потому что будет потом еще матч реванш чтобы еще денег срубить с доверчивого граждан разные бои бывают абсолютно и вот как все говорят ничто человеческое никому не чуждо ну и давайте скажем прямо что нет идеальных людей и все-таки нормальный человек даже обычно это сочетание добродетели и пороков а если речь идет о больших деньгах или чем-то еще конечно все это в наружу рвется и я думаю что наверняка есть и договорники на высоком уровне там и футболе в хоккей гоняют и в боксе но все мы читали джека лондоном да был рассказ когда там предлагали лечь когда мексиканец воюет за революцию нужно деньги чтобы купить винтовок чтобы свергнуть помочь свергнуть режим диктаторский вся стране вот он боксирует им предлагают там лечь под чемпиона вот и так крутой но отказаться ему нужны все деньги то есть это было написано в девятнадцатом веке я думаю что с тех пор ничего не поменялось но слушай но ты сам лично готов в воскресенье по моим в 7 утра по нашему времени себя не изменяет память проснуться и посмотреть все же или потом уже за я все-таки не поклонник мм и скажу за себя честно и он просто вставать рано не любит ну и рано вставать тоже не люблю не знаю пока для себя не решил конечно это событие но когда макгрегор боксировал как вот мне что-то вылетел этот боксер но известный скорее вспоминать 26 секунд но я уже не помню неважно но там было понятно что это профанация да там они просто боксировали если бы они вышли не в ринг там да в шестиугольник был совсем другой слушать ну посмотрим 6 числа в общем обсудим все это в следующую нашу встречу как раз михаил зислис был у нас в гостях миша большое спасибо тебе спасибо что слушайте то что я несу здесь валерия майорова влад кутузов до новых встреч и счастливая до завтра страна fm и спорт экспресс представляют стране о спорте лайф чтобы встать не у Продолжение следует...